В российском правовом поле появится новый термин «студенческая семья». Такое юридическое закрепление поможет государству более конкретно и адресно оказывать поддержку молодым людям, которые получают высшее образование и вместе с этим уже являются мужем и женой. Соответствующий законопроект разработан сенаторами и внесен на рассмотрение парламента. Предложенная инициатива должна стать новой точкой роста для формирования мер поддержки, создания инфраструктуры и повышения социального статуса студенческих семей. В нашей студии один из авторов документа, заместитель председателя Совета Федерации Инна Светенко. Инна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотелось бы сначала понять, для чего необходимо вносить все-таки изменение в федеральный закон о молодежной политике и дополнять его понятием «студенческая семья». Многие, кто критиковал закон о молодежной политике, говорили о том, что этот закон рамочный. И на самом деле, если вы помните, мы в этой студии с вами обсуждали, что работали над законом о молодежной политике 20 лет. Это правда. Именно потому, что очень трудно было подобрать терминологию. Поэтому принято было решение о том, что сначала создается закон, который формирует основной понятийный аппарат, а дальше закон наполняется теми смыслами, которые необходимы в тот или иной период времени. И вот сейчас, в год семьи, мы прекрасно понимаем, что очень важно, чтобы были меры поддержки у семей с детьми. И, конечно, самое важное, что для демографии, это когда родители молоды, потому что у них больше шансов создать семью, в которой будет много детей. И для тех, кто является студентами, всегда самая большая проблема – это семейная жизнь. И разводы, которые происходят в молодых семьях, говорят о том, что студентам очень трудно сохранить эту семью, потому что у них мало денег, у них много тратится время на учебу, проблемы с жильем и многое другое. И вот, когда законодательно вводится термин «студенческая семья», это дает возможность для закона о молодежной политике, в том числе, прописать и меры поддержки государства. Ну, какие меры? Прежде всего, возможность студенческого общежития, поддержка таких родителей, которые оба являются студентами. Да, важный момент. А кто эти люди? Да я этот вопрос придержал пока, потому что я не совсем понимаю, какая семья будет вообще считаться студенческой. Потому что возрастной ценз должен быть, я уверен, что вы наверняка его внесли в законопроект. Но мы также знаем, что очень многие люди преклонного возраста, ну, я имею в виду Серебряного века, они поступают в высшеучебные заведения, и даже некоторые создают семьи. Будут ли они считаться такой студенческой семьей? В связи с тем, что вносятся изменения в закон о молодежной политике, а в законе о молодежной политике молодыми людьми являются люди до 35 лет, мы сразу тех учащихся серебряного возраста в закон не включаем. И второй момент – это то, что оба молодых человека до 35 лет должны быть студентами. И только тогда они подпадают под понятие студенческая семья. И какие могут быть меры поддержки? Они могут быть действительно разными, потому что у нас уже многие вузы. Ну, например, студенческое общежитие дают семье, где оба являются студентами определенного вуза. Второй момент – открывают комнаты матери и ребенка даже в вузах, для того, чтобы поддержать молодую маму, которая создала семью, но некуда девать обоим студентам ребенка. И многие другие те меры и преференции, которые даются молодым семьям. Но если говорить все-таки о государстве, государство тоже должно получить какую-то определенную выгоду. Какую? Выгоду? Да, вот какая самая главная выгода для государства? Государство создает некие условия. Значит, государство хочет получить что-то взамен от студенческой семьи, кроме демографии. Государство прежде всего поддерживает как социально ориентированные семьи, и особенно те семьи, в которых есть дети. Все те меры социальной поддержки, которые существуют в нашем государстве, никакой выгоды, кроме того, чтобы поддержать семью, чтобы в нашем государстве было как можно больше детей и семей крепких не имеет. И поэтому здесь принципиально важно то, что это тоже социальная мера. И закон, который сейчас уже внесен в Государственную Думу, он как раз является социально ориентированным законом. Ну и в завершении, если можно, уточняющий вопрос. Вы сказали, что студенческая семья – это два человека, муж и жена, они должны быть студентами. Вот тут очень тоже важный вопрос. Очная или заочная форма? Не важно, это будет? Сейчас пока не прописали, но когда будут прописаны меры поддержки, вот именно тогда будет уже и категорийность. То есть какие меры поддержки подходят для студенческой семьи, которая имеет, допустим, определенный набор, но оба являются студентами-очниками, или вечернее отделение завершают, и трудоустроенные, и так далее. Поэтому это уже будет продолжение. Сейчас важно, чтобы в законе о молодежной политике мы прописали именно понятийный аппарат и ввели этот термин для того, чтобы дальше работать уже с нормативными актами, которые будут описывать уже более подробно детали. Есть какие-то временные, скажем так, ограничения для принятия этих поправок? Нет, временных ограничений нет, и я искренне надеюсь на то, что депутаты Государственной Думы достаточно быстро рассмотрят этот закон в трех чтениях, и он поступит в Совет Федерации. Спасибо, Инна Юрьевна. О понятии студенческая семья мы говорили сенатором Инны Светенко.